Садовый мир 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 Ну, в своем можете выращивать только крупноцветковые вот эти высокорослые сорта. Дело в том, что вот они гибридные. Они практически все гибридные вот эти вот крупноцветковые бархатцы. И что при этом происходит? Вот еще очередное я раскрыла. Смотрите, сколько семян хоть продавай, правда? Между прочим, вот недобросовестные продавцы, они так и делают. На этикеточке нарисуют красивые бархатцы, плотненькие, пышненькие, а вырастает не пойми чего. Вот, пожалуйста, видите, как просто. Вырастил, получил огромное количество семян. Так вот, эти семена, они гибридного происхождения. То есть селекционеры смотрят, выбирают удачные родительские линии. У одного родителя им понравилась окраска, очень такая яркая, насыщенная. У другого понравились именно, что соцветия плотные. У третьего понравилось, что он невысокого роста. Вот сейчас есть такие бархатцы, которые невысокие, при этом имеют соцветий до 10 сантиметров в диаметре. Вот какие хочется выращивать тоже, да? Так вот, и вот эти вот признаки, они благодаря гибридизации в первом поколении сочетаются в одном растении. То есть это и вот такой вот рост хороший, и пышные соцветия, или наоборот, вот низкий рост и пышные соцветия, это еще лучше. Они в одном растении сочетаются. А когда вот вы сеете уже вот эти семена от этих гибридных растений, там получается расщепление признаков. Вот это вот такой термин у биологов, он что означает? Что вот эти вот признаки, они расщепились на разные растения. Одному растению достался крупный цветок и пышные вот это вот сложение цветка. Второму растению достался низкий рост. Третьему растению досталось еще что-то. И уже в одном растении они не сочетаются. Так что вот если вы сеете такие гибридные сорта, то от них брать семена не стоит. Как можно определить гибрид это или не гибрид? Смотрите на упаковочку и храните ее даже в конце сезона. Если в названии присутствует значок F1, то вот это вот как раз гибридные семена, от них лучше не брать для посева и не сеять, не заморачиваться с рассадой. То есть вот что я хотела сказать и о перепылении, и о том, стоит ли выращивать растения из собственных семян. Точно так же, дорогие друзья, колокольчики, например, хотят выращивать. Колокольчик средний, вот есть такие замечательные растения, у них очень крупные цветки. И они есть и розовые, и белые, и синие, и сиреневые. Очень красивые, замечательные, яркие. Хочется собрать собственные семена. Понравились вам розовые колокольчики. Вы их собираете, и вдруг, когда вы сеете, они практически все оказываются голубыми. Потому что природная форма, она голубая. А вот произошло и переопыление, и опять вот эта вот гибридизация, идет расщепление признаков, и у вас совершенно не то получается, что вы ожидали. Так что, дорогие друзья, еще раз говорю, если растения у вас гибридные, выращенные из гибридных семян, не берите от них семена.